Собственно, почему я и решил открыть новую рубрику Вот имею такой автомобиль Вольво 740 1982 года выпуска Да, у друга Соседняя Вольво есть такая же 740 80 какого? 2007 года Карбюратор И у меня был карбюратор Собственно, после того, как мы во Владимире поработали Я тут немножко депрессионул И вот Занимался вот этим Я решил поставить себе инжектор Потому что постоянно дергать подсос Это невыносимо Ужасно Неприятно И неинтересно Собственно, еще до конца-то все не доделано Но работает Карбюратор у тебя стоял от Карбюратор у меня стоял От газели Да, раньше Собственно, инжектор сейчас тоже от газели Вот дружил газелевский инжектор С Вольво Значит, что было сделано Кому интересно, я расскажу Видео будем позиционировать так Первонаперво нужно было все подготовить Была снята проводка с отцовской газели Мозги Рэперный диск Впускной коллектор Дроссельная заслонка Форсунки В общем, все потроха, которые нужно было поставить Были сняты оттуда Далее был приобретен впускной коллектор Родной Отдали его в комплекте с дроссельной заслонкой И это значительно упростило задачу Первое дело, что было сделано Был заменен коллектор Коллектор Слава Богу, есть знакомый Который привез 2000 рублей он стоил Но коллектор от турбовой машины Он, по идее, немного не такой Оказалось, что впускных коллекторов На Вольво несколько видов А мне попался коллектор от турбовой машины Отсюда всплыли некоторые неудобности И некие неприятности На нем большее количество разнообразных штуцеров Которые пришлось заглушить Или замкнуть друг с другом А также он практически полностью лишен Дополнительного объема То есть ресивера здесь не предусматривается Может я, конечно, не прав Но, как по мне Это лишний дополнительный объем Ко всему прочему Выяснилось, что коллектор Не имеет водяной рубашки охлаждения Поэтому систему пришлось замкнуть Переходниками и шлангами Наверное, сейчас мы увидим Ну, естественно, переделан весь блок Роликов газа Педали И подтяжки Сцепления Не сцепления Как она называется Обгонная муфта Коробки автомата Естественно, был бы юзан Сварочный полуавтомат 15 минут работы И все встало на место Ну и дроссельная заслонка Тоже штатная Очередной сюрприз Дроссельная заслонка Открывалась против часовой стрелки Вторым делом Был сделан Вот такой реперный диск Приварен К шкиву К штатному шкиву Так как машина была не инжекторная Крабураторная Сначала определился В каком месте будет стоять Датчик ДПКВ Изготовил планку Крепления датчика Поставил двигатель В верхнюю мертвую точку Отметил 20-й зуб На реперном диске Прислонил реперный диск К штатному шкиву ДПКВ должен быть совмещен С 20-м зубом Реперного диска Сделал отметки Снял шкив Аккуратно сваркой Прихватил реперный диск К шкиву А дальше дело сварочной техники Сразу скажу Для особо одаренных И без гасителя Крутильных колебаний Все прекрасно работает Просто нужно Быть аккуратнее И делать лучше Чтобы вашим будущим Детям не было за вас стыдно И обидно Ну да ладно Ей же нужно Брать откуда-то обороты Знать То есть с какой частотой Вращается коленвал Это основной датчик Любого инжектора Дальше был сделан Датчик распритвала Пришлось приварить Ушко С ДПРВ поступил По той же схеме Определился Где будет стоять датчик Прокрутил коленвал Поставил на первый зуб После пробела ДПКВ должен смотреть На первый зуб Поставил датчик ДПРВ В то место Где наметил Изготовил язычок Отметчик Аккуратно Прихватил язычок Отметчик К звездочке распритвала Отметчик должен Перекрывать датчик ДПРВ Чтобы опять же инжектор знал Когда у него Фаза Да Чтобы был впуск фазированный А не Попеременный К слову Рампа от ЗНЗ Полностью отверстиями Совпадает с коллектором Что еще Было сделано Пришлось лишиться крышки Да К сожалению Отказаться От штатного зажигания Пришлось в данном случае Потому что оно Не хотело выставляться Вообще никак Пришлось поставить Газелевские модули Через переходник Вот такая пламочка здесь Видите Естественно Все это замотать Поставить Дальше Самый Датчик дроссельный заслон Это интереснее всего Штатного не было Газелевский не подходит Он вывернут наизнанку То есть Ему нужно Дырочку поковырять Аккуратно Перевернуть наизнанку Найти у него Нулевое положение Причем Через ноутбук Это видно Очень хорошо Когда в программе Она пишет Простой ход Или нет Ищите положение Выставляете И смотрите Как вам Сложить Но это Изъебство На самом деле Но что Сделать Был куплен Шнур Переходник Ват ККЛ Скачен Снета Дрова Онова Подкомпорт 1 Подключить Сей девайс К телефону И к ноутбуку Проблемы не составило Цена Вопроса 700 рублей Дальше Топливный насос Здесь интереснее Топливный насос Стоял раньше здесь Теперь здесь Стоит заглушка Заглушка Я выкрыл Из алюминия На герметику Следил Никаких подтеков Ничего нет Все держится Топливная станция В топливной станции Случился казус Во первых Снимать ее Видимо Никто никогда не снимал Не вынимал Еле как Я ее конечно Оттуда выкорчевал И увидел Что там стоит Топливный насос От инжектора И чуть не охерел Но у него Так сильно Расплавились клеммы Что он уже там Весь короче Превратился В один сплошной комок Какой-то пластмассы Расплавленный Через него Естественно Просто-напросто Поставили бензонасос Даже не снимали там В баке И этот бензонасос Обычный Прокачивал Прямо через тот Камешек Расплавлившийся Вот такая была система Поставил от семерки От инжекторной Туда Почти все подошло Как один в один Пришлось кое-что Подточить Подсобрать Клеммы перепаять В термоусадку И налезать Вот Что еще здесь Можно добавить Ну и Программное обеспечение С газелью Все сложно Вот если январь Например 5.1 Мы рассмотрим С программированием Вообще Отечественных тазов Все намного проще Конечно На микосы тоже есть Программное обеспечение Но Такие программки Как бы Не очень-то вы там Что-то поменяете Или прочипуете Собственно Я пользовался Автотюнером Я не помню Какая версия Ну На ней Какие-то показания Видно Какие-то таблицы Как я напишу Датчики Какие не работают Можно даже Смесь Подсово Выставлять Но у меня Газоанализатора Нет Поэтому я Настраивал Вот так Пальцем в небо ДМРВ У меня не работает Вот этот датчик Он мертвый Что-то Проводку Естественно Все пришлось Перережать Перервать Переделать Не поражайтесь Такому звуку глушителя Я почему-то Сделал сам С того и не зная Получилось Получилось Примотор Короче Так как здесь С завода Выхлопная система Очень продуманная Там идет 4-2-1 Коллектор Он выглядит Как паук Сваренные Практически Равнодлинные Трубы Выходят В две больших Трубы И потом В одну большую Варил-варил Глушителем Постоянно Отпадывал Котики Мы изъездили По съемкам На ней Отрывало Варил Отрывало Варил Надоело Короче И сделал Заново Вот вы слышите Как вторая машина Работает Хочется Что-то новенькое Новые проекты Автомобили Это всегда Интересно Отсюда Востребовано Потому что У кого-то Есть старые автомобили Новые А все что-то Делают Что-то копаются И тому подобное Так вот Во-первых Мы будем Свои Вот эти машинки Делают Из них Конфетки Красоту Не знаю Надеюсь Получится И у нас Есть маленький Такой проект По поводу Базы Специнерки Но что с ней Будем делать Пока Сами Точно Не знаем Пригоним Ее Она пока Стоит На стоянке К сожалению Забрать Не может Хозяин Ехать И с ней Будем Вборить В часах Может быть Это будет Какой-нибудь Коркф Может быть Это будет Какой-нибудь Кабриолет Возможно Это будет Просто Для дрифта Либо Какая-нибудь Дрэговская Машинка Но Время Покажет Все зависит От финансирования Свободного Времени А остальное Как получится Так что Смотрите Подписывайтесь Вам это Будет Нравится По-любому Ну Не нравится Как вы Сами Будет Посмотрим Заматываю Так что До скорых Встреч Пока